Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Для начала хочу поздравить вас с красивой премьерой. Возвращение балетной труппы на сцену получилось сказочным в прямом и переносном смысле этого слова. Спасибо, мы очень старались. Конечно, вопрос о «Тысяче и одной ночи», наверное, будет моим самым первым. Вот из тех отзывов зрителей, которые я слышала лично и которые прочла, все пишут, это так красиво, феерично, спектакль фантастический, божественный и так далее, аппетиты самые превосходные. А вот если выбирать то, каким он был для вас? Ну, для начала это действительно сказка, это действительно спектакль, который должен быть сказочным, это действительно должен быть спектакль. Я бы, наверное, так сказал. Я бы пригласил всех, кто раньше никогда не смотрел балет, и быть представленным балету именно этим спектаклем. Ну, наверное, начинать нужно с этого спектакля, потому что он настолько музыкальный, настолько красочный и доступный любому зрителю, от мала до велика, что, наверное, в общем, начинать надо именно с этого спектакля. Спектакль, конечно, делался сложно, делался в самое сложное время, в период пандемии, пришлось прерваться, потом снова начать, потом неопределенность такая, но, слава богу, мы вот это дело добили, и, слава богу, спектакль вышел. Вы в своих интервью говорили, что вам очень понравилось, как труппа включилась в работу над этим спектаклем. Можно ли сказать, что, знаете, это тот случай, когда чем сложнее условие, тем больше люди отдаются процессу? Знаете, можно и так сказать, а можно сказать и иначе. Труппа – очень серьёзный индикатор. Индикатор интереса к работе, интереса к постановке, интереса к спектаклю. Труппа врать не умеет. Понимаете, они как дети. Вот хореограф приходит в зал, хореограф начинает показывать материал, и ты видишь, как труппа начинает относиться к этому материалу. С первых дней, естественно, труппа проявляет интерес, а что это, а как это смотрит на тот материал, который им представляется, а затем она включается в работу, она пытается войти в эту пластику, она пытается нарисовать себе картинку того, что, в принципе, этот материал будет представлять в конечном счёте. И если материал вырисовывается в голове и труппе это нравится, она будет отдаваться работе. Вот в этом случае произошла именно такая ситуация. И труппа с энтузиазмом включилась в работу буквально с первых же репетиций. И это было очень приятно. Спектакль наполнен восточными мотивами, которые очень любят классический балет. Можно вспомнить несколько названий – и «Корсары», и «Байдерка». Ну, там, где присутствует Восток, это всегда очень красиво и очень здорово. И даже дирижёр был приглашён. Вот, кстати, это была ваша идея – пригласить Юба Кулеева дирижировать спектаклем? Это была моя идея изначально. И, как я уже говорил в одном из своих интервью, должен быть носитель языка. И должен быть человек, который знаком с этой культурой. Не знаком, а человек, который является частью этой культуры. И вот когда этот дирижёр приедет сюда и поработает с нашими музыкантами и объяснит им нюансы исполнения этого музыкального материала, а лучше, чем носитель языка, этого не сделает никто, то тогда уже спектакль у нас зазвучит по-другому. И тогда, когда наши дирижёры начнут, встанут за пульт, и, в общем-то, спектакль будет звучать так, как этому музыканты были обучены. Поэтому, да, это была моя идея. Моя идея также была привести тариста, который исполнял партию на национальном инструменте, который называется тар. Он, безусловно, вносит колорит в музыку, он, безусловно, звучит иначе, он, безусловно, даёт довольно серьёзную такую почву к размышлениям, когда начинаются вот эти вот дуэты, когда звучит этот тар. И ты просто мысленно переносишься именно в ту атмосферу, которую требовалось, в общем-то, создать на сцене. Я знаю, что вы всегда активно принимаете участие в том, как экспозиция спектакля, как сценография будет выглядеть. Вот в данном случае Пётр Окунев представил потрясающие декорации. Наверняка, я уверена, вы тоже принимали участие в поиске того решения, как это будет выглядеть. Можно об этом рассказать? Да, конечно же. Но спектакль создаётся следующим образом. Существует человек, у которого в голове чётко вырисовывается та картинка, которую он хочет видеть на сцене в конечном счёте. Эту картинку не знает никто. Эту картинку знает только тот человек, который её сам себе в голове нарисовал. И вот этот человек начинает собирать себе команду, начинает собирать себе художника по свету, художника по костюму, художника по декорациям, дирижёра по спектаклю. В общем, это и есть команда. Команда, в общем-то, создателей спектакля. И с Петром мы работали много. Мы начали работать где-то год назад. Я Петру сказал, что Петя будет делаться этот спектакль, поэтому ты поживи с этим, ты поспи с этим. Ты представь эту картинку, вот тебе посмотри эти материалы, вот тебе почитай эти материалы. И я его подводил вот к этому спектаклю. А затем, когда уже было принято решение Валерием Псаловичем Гергиевым о выпуске спектакля, тогда уже оно пошло по накатанной. Если говорить в целом о балетной труппе, приморской сцены, то вы стоите в её голове уже 6 лет, получается, да? Ну, я, честно говоря, не помню, с какого момента считать, но я приехал сюда в 2014 году. Да, первый спектакль, который я здесь делал, это был «Щелкунчик». Но потом я уезжал, приезжал, уезжал, приезжал, делал несколько ещё проектов в 2015 году. А в 2016 году уже пришёл Мариинский театр, и я принял эту позицию. Насколько я знаю, труппа сейчас насчитывает уже 90 танцовщиков, да? Практически. Как можно описать ту эволюцию, которую проделали наши ведущие танцовщики? В целом, вот они как коллектив. Ну, я вам скажу такую вещь, я очень горжусь этой труппой, я очень горжусь этим коллективом, потому что, когда я пришёл сюда, было 34 человека. Было 34 человека, и уговаривали любого и каждого сесть в самолёт, приехать во Владивосток и служить этому театру, о котором никто ничего не знал, о котором никто ничего не представлял. А в Владивостоке тоже, в общем, представление не особо яркое. У людей, которые здесь никогда не были, они не знакомы с культурой этого города. Да? И вот иначе я, наверное, не смогу назвать. Под тем, что я говорю, я подразумеваю людей, я подразумеваю город, я подразумеваю природу, я подразумеваю вот эту атмосферу, в которой ты здесь живёшь. Я говорил тогда, настанет день, когда в эту труппу будет не попасть. Ну, вот этот день настал. Последние отборы весенние ведь прошли, да? Труппа пополнилась ещё несколько дней. Я успел съездить в Пермь, я успел пригласить ребят-выпускников Пермского хореографического училища, я успел съездить в Уфу, там тоже сильная школа, и я не успел провести просмотры в Москве и в Питере, потому что Москва и Питер закрылись, но мы обязательно проведём их в этом году, тогда, когда ребята, в общем, войдут в форму и готовы будут просматриваться. Но у нас есть, я взял по видеоматериалам ребят, которых я видел в прошлом году в Москве, и которые в этом году выпускались. У нас есть несколько выпускников из Москвы, уже успели приехать к нам. И так что у нас, по-моему, 16 или 17 новых артистов в этом году. Отлично. Главное, чтобы была возможность нам на них смотреть на сцене. Да, это самое главное. Это, конечно, обращает всю ситуацию, вот эта неопределённость, вот эта вот пандемия, в которой весь мир оказался абсолютно не будучи готовым к этому. Понимаете, я думаю, что мы больше растеряны, чем сознательно совершаем какие-то шаги. Ну да, карантин, это, наверное, правильно. Ну да. Но вот ребёнка бы не выплеснуть с водой. Вот здесь очень важно. Понимаете, мы не работаем, предположим, трупы не работают 4 месяца, потом ребята выходят, ломают ноги и получают такие травмы, которые их могут лишить профессии. Это жёстко. Ну вот я думаю, что здесь к нам было довольно лояльное отношение в Крае, руководство Края, которое нас выслушало, которое подошло с пониманием и которое с осторожностью нам, в общем, разрешало хоть какие-то занятия. Поэтому вот театр Приморский, Сен-Мариинский театр, оказался в лучшей ситуации, чем многие другие театры по миру и по России. Вообще понятно, что с приходом пандемии, конечно, огромное количество минусов, но какие-то плюсы, может быть, на первый взгляд, неочевидны. Вы всё-таки для себя отметили вот от этой паузы вынужденной. У нас не было вынужденной паузы. Здесь было давление такое от простоя, но простаивали мы буквально две недели, я имею в виду, без репетиции. А потом мы начали репетировать небольшими группами, мы начали репетировать большими группами, потом мы объединились. Естественно, всё это было под контролем Роспотребнадзора. Естественно, всё это мы делали с соблюдением мер, потому что здоровье превыше всего. Поэтому у нас в балетной труппе, в общем-то, и случаев нет. Слава Богу, у нас на протяжении всего этого периода случаев не было. Я думаю, что у нас были случаи раньше, где-то в ноябре и в декабре, когда о пандемии никто не слышал. У нас были гастроли в Питере, у нас было довольно много ребят с простудой. Я не могу утверждать, что это был ковид, но думаю, что кто-то из них, в общем, переболел, потому что, когда мы стали проходить тестирование, у некоторых ребят есть антитела. Мы, когда с вами первый раз встречались, вы говорили, что репертуар балетной труппы должен быть выстроен по принципу пирамиды. В основании классические балеты, неоклассика и модерн. Вот как наша пирамида, переморская сцена выглядит сейчас? Смотрите, ну давайте проанализируем. У нас из классических названий, которые должны составлять базу этой пирамиды, о которой мы говорили, практически есть все, кроме Боядерки и Раймонды. Вот Боядерка у нас планируется следующей премьеры, и Раймонда планируется в конце сезона. Этим мы закроем вот эту вот сокровищницу классических произведений мировой балетной классики. Давайте скажем так, да, то, что касается неоклассических, да, вот эта вот серединка, это вот наши и «Тысяча одна ночи», и «Жар птицы», и наш репертуар по поводу, который является неоклассическим, и баланчин, и вот эти вот опробованные работы, которые есть. Да, он довольно плотный, этот слой. И современные модерновые работы у нас есть. Аканёк Горбоново-Кратманского, Ратманский общепризнанный хореограф вот современный в наших дней, да, и работает в Соединённых Штатах. У нас есть, у нас «Дафнис» и «Хлоя», у нас «Мимолетность», и у нас довольно, в общем-то, насыщенный репертуар сейчас. У нас такой репертуар, который насчитывает 13 названий уже сейчас. 13 названий для театра, которому отру, ну-то, сколько под Мариинкой, мы с 16-го года до этого, это был Приморский театр, когда я сюда пришёл, было, по-моему, два названия в балете. Которые не сохранились, естественно. Так что тот путь, который проделал наша балетная труппа за период с 14-го года, я считаю, что феноменальный. Я не знаю ни одного другого театра, балетного театра, вот такого ранга, такого масштаба, который бы за такой короткий срок создал бы вот такую знаменательную труппу. А труппа действительно, она знаменательна. Она знаменательна своими талантами, она знаменательна своим репертуаром, она знаменательна тем, что сделана в крае по воспитанию культурного слоя населения, которые стали, в общем-то, любителем балета. В балеты не попасть, всегда полные залы, и это отрадно, это отрадно. Спасибо вам за этот разговор. Желаю здоровья, наверное, в текущей ситуации. Это самое важное вам и всей балетной труппе. И мы, конечно, будем ждать с нетерпением новых премьер. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok